Я ожидаю, Татьяна Владимировна, ваш вопрос. Так что нам теперь всем подниматься, собираться, идти на ночную охоту за ежами? Отлавливать ежей? Нет, не надо ходить за ежами, потому что прототипом по белковому содержанию и по реакциям на этот белок животный, со стороны нашей желчи, как основного противовирусного субстрата и противобактериального субстрата, является куриное мясо, является мясо индюшиное. Только нужно знать, где и какое мясо вы покупаете, постараться посмотреть, чтобы этого не было максимально накачано антибиотиками, максимально накачано гормонами, что очень хорошо в этом плане помогают внутренности куриные, так называемые потрашки. Почему традиционно? Помните Высоцкого? Из места встреч извинять нельзя. Сейчас бы с супчика бы, из потрашков, потому что потрашки, сами по себе, являются активатором нашей желчи, активатором той желчи, которая смазывает слизистую оболочку, которая не позволяет вирусам и бактериям приклеиваться, проникать в человеческий организм. Поэтому очень хорошо работают, так называемые, извините, извините, но слова из песни не выбросишь. Еврейский антибиотик, высоко концентрированный куриный бульон. Но, как говорили у нас на Черкасске, куриный бульон надо очень правильно варить. Чем у нас на Черкасске варили бульон? С лука, с луком и с изюмом. Вот очень хороший изюм. Очень хорошо кишмиш в этом плане работает. Добавьте на 2 литра бульона куриного, добавьте жменью изюма, пусть это постоит, пусть это настоится. Хотите, кушайте вместе с изюмом, хотите, кушайте без изюма. Но вот это вот состояние виноградного вкрапления очень хорошо меняет агрективность со стороны нашей шишковидной железы, который усиливает и улучшает качество желчного тока, желчного накопления. Потому что, чем яростнее вирусная атака, чем яростнее бактериальная атака, тем у нас луковица 12-перстной кишки находится в состоянии зажима, находится в состоянии спазма. И вот для того, чтобы снять этот спазм, для того, чтобы усилить эти вещи, очень хорошо работают вот эти вот куриные бульоны, куриные различные супы. Приглашая вас на наш вебинар, мы с Татьяной Надиной подчеркиваем, извините лишний раз, необходимость получения этих знаний. А там на ваше усмотрение. Как говорится, хозяин-барин. Не хочется быть в этой части тавтологичным, но предупрежден, значит вооружен. И кто бы нам с той стороны не пел, хватит нас пугать, вы нас уже забодали, эта тема нас очертела, остохренела и так далее, пожалуйста. Я уже говорил об этом, приводя слова моего великого деда. Чем глубже, чем глубже мы закапываем по страусиному голову, тем ближе наша пятая точка к беде. Пожалуйста, это все на ваше усмотрение. Все на ваше усмотрение. Но обратите внимание, почитайте отзывы, сколько жизни мы сохранили, сколько семей мы спасли, сколько детей родили. Да, родили, я считаю, что мы являемся с Татьяной Надиной коллективным, коллективными крестами папой и мамой. Папой и мамой. И честным за это и хвала, без лишней скромности. Без лишней скромности. А там на ваше усмотрение. Что вы думаете о нас? Как вы о нас думаете? Понимаете? Но мы, спасая вас, мы, спасая вас, мы лишний раз хотим сказать о том, что все, по большому счету, в наших руках. А вам хочется наплевать на себя? Наплюйте. Но тогда вам не с нами. А вот те, кто думает о себе, в лучшем смысле этого слова, помните, как в самолете написано? Прежде чем кого-то спасить, спасите себя. Кто думает о себе, кто думает о своих близких, родных, еще раз милости просим к нам, на наш завтрашний абсолютно бесплатный вебинар. Приглашаем вас на наш вебинар. Еще раз и еще раз, приходите.